Игнатий Ильич, да мы вот на протяжении поездки с Александром Анатольевичем общались, я выносил там в смс-ки, в общем, вы знаете всю ситуацию, как вот тоже человек, переживали, молились всеми, и Александр попросил устроить встречу такую, некоторые вопросы у него есть. Я готов выслушать. Ну, Игнатий Тихнич, во-первых, хотел вас поблагодарить. Вот встреча с вами, она для меня, в общем, оказалась очень полезной. Не ожидал, посмотрев впервые передачу с Яшей, я тогда еще в 2019 году вам позвонил, ну, просто поблагодарил вас тогда за то видео. А сейчас, интересно, вот, то, о чем вы говорите, оказалось очень свежим, и не говоря об этом фактически, о многом, о чем вы говорите, не говорят в церкви у нас. Вот, для меня это оказалось очень полезным. Хочу вот за это вас поблагодарить. Так, с обладающим предложением, подошел Игорь, подойди поближе. Это у кого в доме находимся, староста нашей деревни, рядом со мной, голову, покажи поближе. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Игорь Александрович Барабаш. Так, говорите. Ну, я по видео его немножко тоже знаю, по-моему. У него же склад-то перекрывали, да, железом? Да. Мы хоть и не виделись, но со многими уже там знакомы. Я сказал Сергею, что вчера у нас было крещение, четыре человека. Будет выставлен ролик, и вы тогда всем можете показать, что такое православие. Как люди, как проверка идет, как крестятся, как выходит крестный ход. Всего четыре человека. Но четыре человека это именно по-православному. А тут в журнале, живой журнал Кураева, кто-то выставил, видимо, Андрей Кураев сам выставил, такая статья, что ко мне пришел человек радостный, что я принял правильное крещение с троекратным погружением. Это от Кирилла Сахара, у которого наша московская ставка. А он от грамма спасителя, там 250-300 метров где-то. И они на эту тему, там уже 480 человек, молотят и молотят, ругаются и что угодно. Один спрашивает, это не связано с приездом Игнатия Тихоновича в июне на Берсеневку, где я там четыре проповеди в храме сказал, там облеченные стихи, видели, может быть. Видно, видел. И тогда я попросил у нас брата, у него открыт, по паролю можно зайти. И он выставил ровно 10 материалов подряд о крещении. Это, там выдержки они, Библии, каноны церковные, жития святых и труды святых отцов. Интересно, сколько дней заглохло, ни одного ответа больше нет. То есть захлебнулись буквально все эти пустословы. То надо прямо сказать, если я православный, значит, соблюдаем все, что я высказал, там, Блаженный Пепелак, Танглатаус. Не православный, ну зачем ты зря говоришь, что ты православный-то. Православный-это красота, чистота, целомудрие, стыдливость, мужество. Это все вместе в совокупности. По частям мы это встретим в любой секте где-то. А сегодня нам представляют такое лобочное, как Петр Мещеринов, Игумен Данилов в монастыре говорит, лобочное христианство. Неоязычество. Подвином православие. Яблочное спасение и другое. Лепечим, говорит, птичим языком. Да, вот мы вчера только со священником после литургии разговаривали как раз на эту тему. Что сейчас интересно, вот проповедь, она, вы достаточно резко часто отзываетесь о положении дела и в церкви, ну как-то достаточно такие резкие, негативные, они вызывают отклики вот среди знакомых моих даже, воспринимаются как бы как негативные, и как будто это вредные для церкви. А на самом деле это полезно, польза большая в этом. И вот интересно, проповедь сейчас она звучит так, и что люди, по сути, людей заставляют через вроде бы правильные вещи, говоря о том, что не надо осуждать никого, не надо быть фарисеями. Вот эта проповедь, она постоянно звучит в церкви сейчас. И получается так, что надо молчать больше, не законничать, и это самое как будто благо. И через это вроде правильные вещи люди понимают так, что вот если я что кому скажу, это все во вред. И получается из доброго, как бы наоборот, что-то получается вредное для церкви. Все молчат, поэтому это позволяет людям, и в том числе, конечно, и священникам, ну жить так, как кто хочет, и никто не должен ничего сказать. Вот и хорошо всем. Вот. В этом плане, вот я поэтому вам благодарен, тут я как-то тоже не мог найти понимание, где вот эта граница, молчать где нужно, где что-то надо говорить. Вот. И поэтому вот я говорю, благодаря вам, на многие вещи, как бы у меня глаза открылись, по-другому я посмотрел. Ну, а все-таки, а граница-то где она, граница? Ну, границу ее все-таки человек должен сам определять, каждый. В зависимости от той ситуации, с кем говоришь, когда говоришь, и о чем говоришь. Вот. Безусловно, просто в проповеди, помимо вот таких вещей правильных, а не осуждений, а о том, что не были бы мы фарисеями, надо говорить, что... А как надо говорить? А о чем нужно говорить? И все-таки, вот, Игнатий Тихонович, я тоже так вам благодарен за вот эту любовь к священному писанию. К сожалению, вот я действительно после ваших слов размышлял и смотрел, а вообще, как бы, нет никакой любви к священному писанию. Ну, нет ее, она какая-то совсем минимальная, ну, цитируются какие-то вещи. А именно вот та любовь, которая у вас ее есть, она не звучит. А ответы-то все в священном писании есть. Вот. И они открываются оттуда. И, видимо, вот, граница-то она определяется через священное писание, а Господь-то надоумит каждого человека по мере его познания. Так кажется? Я спрошу сначала Сергея, записываешь все это? Конечно. Обязательно. Всегда записывай. Я буду отвечать вам на ваши вопросы без спора. Вы скажете, я не согласен, меня это абсолютно не касается. Наши слова должны быть проверены страхом Божиим, что за всякое слово отвечать придется на суде Божием. Ты уверен, что что ты говоришь сейчас, тебя не потянет вниз на суде Божием, когда возврата не будет? Когда ты... Я уверен в этом. Я уверен. Почему? Книги, которые я... Теперь они у вас есть, они написаны в пророческом духе. А, да ты себя ставишь, мне не надо ставить. Я избрание Божие от детства. Я знаю силу молитвы. Я знаю живого Бога, который отвечает на живую молитву, отвечает конкретными предложениями, которые я в кавычки могу брать. И поэтому определять границы, где говорить, это определяет, как вы сказали, совесть, разумение, опыт и, конечно, на первом месте священное писание. А почему вы называете книги в пророческом духе? Потому что в каждой проповеди я делаю минимум 35 выдержек из священного писания. Пророков не слушали. Седьмая глава Деяния апостолов говорит, когда Степан их готовится побить, он говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши, вопрос, ответов нет. Ни одного не было. Нет такого пророка, которого приняли бы в Отечестве. Его примут в России, сектанты примут, а Израиль их не принял. Мы должны войти в обстановку Израиля. Вот Господь приходит в один прекрасный город, ему дали книгу, он прочитал, лето Господне благоприятное, написано, это 3 Луки, смотрели, и благодать исходила из уст его. Это все видели. И Господь-то это знал, что благодать исходит-то. И он на это мог закрепиться, ничего больше не надо, расстались мирно, ну, можно было на улице столы выстоять, еще пообедать, с вином и с классом. Но Господь вдруг говорит такие слова, которые перевернули всю эту обстановку. Он говорит, во дни пророка Ильи, разве вы не читали, сколько было вдов в Израиле? Но почему он пошел в Сарепту-Сидонскую, и там как-то не будет мука исчезать, и масло будет все время? Почему? Они молчат. Господь говорит, и при пророке Елисеи прокаженных разве мало было? От 2 до 5 миллионов сегодня насчитывает. А сегодня цифра озвучится на 12 миллионов прокаженных. Но почему Елисея исцелил именно иностранца, не Иманова и начальника? И что благодать Иисуса сходила его? Написано, они схватили его и точно отрешили его не свергнуть с горы, на которой стоял их город. Он ничего не сказал, кроме примеров библейских, но он их оживил. Они знали, они на уроках закона Божия преподавали пророка Илью. Но он это все обратил, называется экстраполяция событий во временной форме и обращение конкретно к каждому человеку. Вот тут оно заговорило, да что мы, евреи, хуже язычников? Хуже Сидона, проклятого? Да мы с Сирией воюем, сирийский начальник, ну и что? А Господь как раз это и сказал, в Израиле не нашел такой веры. И в Израиле какой-то капитана, оккупанта. Вот как. И мы не должны смотреть, как о нас думают. И где эта граница? Граница с священным писанием. Но им нужно научиться пользоваться. Это обоюдо острое оружие. Как бы самому, говорится, не порезаться. Поэтому ты должен свериться, проверить и у Бога вымолить это слово. У меня только вчера один непримиренный человек, много лет гневается. Я пришел, сыну сказал, разрешит он ко мне войти к нему в дом или нет. И он, этот человек, сказал, пусть зайдет. А гневается много лет. И он написал целый трактат против меня, и везде его читают. Но меня это не трогает. Он нигде не имеет ни друзей, никого. Он один. Я прихожу, кланяюсь ему в землю, головой до полу. Прошу, прости меня, брат. Ему это не надо. Я стою, уткнувшись в пол, больше полчаса. Вот вообрази, сейчас попробуй, испытай. Встань головой вниз и полчаса хотя бы. А я плохо еще слышу. Это я сейчас надел аппарат, мне легко разговаривать. А он в это время читает то, что ему надиктовал дух его. Дух немой и глухой. А я не слышу. И он после скажет, ты слышал, что я тут читал? Он всем читает. Я молчал, он меня допрашивает. Обязанный мне всей жизнью своей этот человек. А вот такая ситуация сложилась. Я говорю, я в это время читал псалмы. А, да ты псалмы вроде уже моего послания читаешь-то. Я больше ни слова не говорю. То есть он услышал мои слова, мне не надо спорить. Тут стоят его два сына великовозрастных, которые очень расположены ко мне. Они родственники. И жена его, моя родная сестра, вообрази это все. Я ему отвечаю, что тебя ни жени бы не было, нет. Твои уста должны быть одной наполнены благодарностью. На этом дело-то не останавливается. Он продолжает дальше говорить. Я остановлюсь на молитву, рядом простираю руки, молюсь, он продолжает меня долбить. Я после этого обращаюсь и говорю, когда человек молится, он не принадлежит собеседнику. Он не принадлежит земле. Он вышел на другую линию к Богу, сущий на небесах, к нему обращается. А ты в это время говоришь, у тебя понятия о молитве нет. Я выпросил разрешение, можно сказать, сойти, чтобы он у меня с кольца не спихнул. Я возвращаюсь домой и ночь сегодня гроза была. Я боялся не выйдут в скайп, потому что все отключено, потому что гроза пробивает, когда мобильный, говоришь. Но ночь прошла. Я молился и я получил ответ от Бога. Утром рано пришел, он встает часов на пять позже меня, так что другой уровень совершенно. Я говорю, предположительно, вот что я получил от Бога. Когда меня выслушали, становились сатаны, она говорит, это не предположительно, это в точку самую попал. Я говорю, он избранный сосуд у сатаны. Достоевский говорит, хочет сильнее досадить человека, упрекая его собственными недостатками. И он все, что написал, это ему написано. Сатана у него все вот так вот перевернул, кверх ногами вот так вот пошло где-то. И я спрашиваю, а возможно ли ему вернуться? Нет, невозможно. Я славу задаю, а причина какая, когда он вошел? В деревне дважды видели сатану. Видел только один человек. А он не верит, что существование сатаны? А когда сатану спросили, это есть рассказ такой, какая твоя самая большая победа на земле? Он говорит, то, что я сумел убедить, что меня нет. Люди приписывают себе, зато он гневается, а ты за него смотри дальше, кто там эти рога строит, кто показывается. Он вот такой знак тебе будет показывать. Это он. Я спрашиваю, а когда он вошел в него во время причастия? Он ненавидит брата, ненавидящий брата, злопомнящий, говорит Иоанн Златоуз, подобен демону. И когда стали рассказывать, что этот нечистый дух являлся и видел его один только человек, который не осквернен никакими грехами, ему стали рассказывать, а как раз это теперь высчитали, он прям почти напротив его дома был-то. Ему в сатане было дано задание войти в одного человека, который совершил неблагопристойный поступок, бежал. То есть он не впал ни в грудь, ничего нету. Я вот сегодня еще раз переспросил, ты хорошо все помнишь, как с тобой это было, да? Ты веришь, что это в сатане? Да тут все явно было. Но, видимо, было названо имя этого человека, и который бежал, и который этот, одно имя. А в сатане разницы нет. Когда вот святого Иоанна читаем, говорит, бес вошел, как вошел? Он говорит, а я был под порогом привязан к медной дощечке. И он не мог двинуться. А кто первый вышел без благословения, он впервые вошел. Кто первый вышел? Вот эта самая ситуация из детства сжилась. Ему никто не поможет. Я говорю, у тебя единственный человек на земле, который во всем поддержит, одержимый этим только демоном. Это родная твоя дочь, которой здесь нет. Я тебе на все вопросы отвечаю четко и ясно, как я их получил. А возможно ли? Возможно, когда все, что ты писал сюда, ядное слово не подтверждается. Он сел на престоле судить, судить меня, и все, что кримином, темопеем написан, все в кучу. Подгреб и, хоть бы одно место, ну покажи, где там я сказал ложь. Я на бумагу взял, ну пиши, пишу, я хочу избавиться от того, ну назови, где я солгал-то. Он не может сказать. То есть совершенно огульный, непонятно, ни одного друга нигде нету. Я ничего не могу, поэтому я завоситиял Богу. Но это душа настолько крепкого сатаны, такой сильный дух посажен, что меня сатана вчера три раза ударил. Вчера. Я думал, до утра не доживу. Но Бог сильно за меня слишком много молится, и я еще остался живой. Теперь я понял, борьба пошла на смерть. Я говорю это не трону ты умом. Совершенно в здравой памяти. А когда говорили, а кому он мог явиться, а как это было, он не верит в его существование. Он сначала одному явился, а потом даже при свидетеле человек говорит, опять я его вижу, как он в другом месте где-то. И на этом закончилось. Почему? Он нашел свое жилище. А можно ли избавиться? Ответ один. Нет, невозможно. Это окончательный бесповоротный приговор. Ну, Господи, неужели навсегда? Потому что он ничего к себе не принимает. Он не принимает. Выход только через полное покаяние, как я вчера был врагами в землю. Полная безоговорочная капитуляция. И это все нужно сказать священнику. Он, а не исполи, что я, будучи в лютом гневе старообрядческом, и я причащался. Он и в храм не ходит, из-за чего он и старообрядцев, чтобы случайно не узнали, их сразу отлучат за связь с ним, каньянами, с нами. До этого ходил, а тут все. Я однажды сказал, ты раздавленный червяк. Он тебе слова не мог. Я говорю, да вы говорите, а червяк, человек, что ты говорил, ходить буду, а теперь перепуганный, сидишь, сознайся. Почему на мне они не могут пахать? Мне под язык еще ни один человек не залазил. Надо говорить, не надо. Ты мне объяснишь, что не надо. Я не буду ставить. А в интернет выставлять, и я потому и выставляю, и прошу. А вот ты зашел ко мне в дом, если бы я сейчас снимал, тебе не нравится, хорошо бы было. В первую очередь, я никогда, ни одному человеку, ни разу, не только не сказал, как злотоузг, а и не подумал сказать. Записывай. Аудио, видео, фотоаппаратом и рукой. Это все, почему? Потому что это достояние мира. И люди многому здесь научаются. Вот в чем дело, что я говорю, и даже думаю, Бог будет судить. А поэтому ваш суд человеческий, он может быть ошибочный и более легкий. Мне же Божий окончательный вердикт, когда будет вынесен. Отойдите, проклятый, я не знаю вас. Поэтому я все, что делаю, говорю, стараюсь во свете Библии, как книги названы. Господи, как тебе это угодно. Я вопиял к Богу, заговори, Господи. Я разговариваю с Богом, живым, не мертвым, который отвечает. И я пришел утром, сказал, сейчас сигнал дадут, когда уже пять часов после моего, минута 4.40 встаем-то. И тогда я подойду, чтобы это все высказать. Ну, заучусь, чтобы позволил мне уйти живым оттуда. Другому не может быть. А хорошо, чтобы было, да, хорошо. А что хорошее в этом? Спрашивали, что хорошего в этом. Что интересно, езжу все лето, прошлый год, позапрошлый, велосипед нормальный. К нему ты когда ехал, пошел оттуда, камеры нет. Брат раскрыл там, две дырки на заднем колесе расстояние 10 метров. А больше ничего нет, там метров, ну, 250 проехать. Ну, на одной улице тут. Одна улица всего. Это же, я из этого делаю заключение, что сатане очень не нравится, когда мы заботимся о ближнем. Они не могут... Он абсолютно все. Оплевывает. Что видит? Вчера на берегу были, он подошел и увидел, и сразу развернулся и ушел. А там такое торжество, песнопение, священник, свечи, кадила, Евангелие читает. Я возьми, скажи, говорю, он вернулся из-за чего? Боялся, что попадет на экран и в интернете увидит его, и он боится отлучать от причастия. Как раз тебе это благо было, если бы ты не причащался. Да нет, не поэтому. Он увидел, что ты стоишь здесь и сразу ушел. Да какой же ты вера? Как ты можешь молиться, прости должником? Аж ты не справился. Ну как исправиться? Ты сказал, ты гордый. Ну как, я каждый день буду сидеть и думать, гордость это как? Если я один сижу, в чем проявляется гордость? И каждый день должен к тебе бежать и спрашивать, ну как, я не гордый? То есть ты 102 обвинения против меня выставил, я каждый должен приносить тебе на суд и говорить, ну как, я исправился или нет? Во что жизнь-то превратиться? Это немыслимо. Я, во-первых, не запрещаю никогда, а побуждаю к съемке у тебя в доме. Ты придумал неудобный пример. Этого не могло быть, чтобы я в доме, а он когда-то был у меня, и я заснялся, я не хочу, я говорю, в моем доме командовать не надо. Ты ко мне пришел в гости, пришел меня обличать, я и заснял все. Я вижу, он не умолкает, тогда я избрал другую тактику. Что он говорит, приходит, читает, я свое дело делаю, я не отвечаю, это его тронуло, убило буквально. А ты меня, не отвечаешь мне, ну я имею право молчать и отвечать, или должен консультироваться с кем-то. Я распоряжаюсь своим языком, что ты говоришь, я тебя не контролирую, я тебя ни в чем не обвиняю, у тебя одно только нет веры, верующий в Сына Божий имеет жизнь, верующий не увидит жизни. Я говорю, мытарство говорят, а это мытарство в восьмом веке, то есть веры нету. Я спросил Господи, главное в чем веры нету, а веры нет, значит он, сатана только подыскается. Ему главное, поражу пастыря, рассеются овцы. Но у меня новые, новые люди приходят, нынче сколько пришло и ретихов по интернету, потом руководители, сектанты и харизматы. И вы прислали деньги, получили книги, православными стали. Он знает, вот одна Башкова Елена из Донецка, она только что пришла из сектантов нынче. Я, Яков говорит, покажу тебе веру из дел моих, а ты покажи без дел твоих. Что ты покажешь, если нету? Ну написано, а что ты говоришь, я? Про тебя говорит, тоже покажи. Я более всех вас потрудился, Павел говорит, более был в вузах. Ты не можешь в вузах ни одного дня показать, я могу. У меня пять тюрем за плечами. Я могу к словам Павла прислониться и сказать, они мне дороги. Они проникают до разделения души и духа составов мозгов. Он мне дорог. Почему? Они пережиты эти слова. Они воплощенные в жизнь. И в тюрьме люди каялись и обращались. У него ни одного человека нет. У меня сегодня придержит беседа. Если только, ну все будет нормально. Так что, вспомните об этом. Это может, последняя будет беседа, и я услышал приговор. Я должен это сказать. И как говорить, говорить, где обличать. Слова должны быть приправлены солью. Послание к колоссианам. Павел говорит, солью. А сколько солить надо? В меру. И сказать, не ища своего. Да, я говорю слова, но я подтверждаю их не только священным писанием, но и словами патриарха Кирилла. Когда он был на Дальнем Востоке, вернувшись, сказал, состояние церкви, огромное тире, духовное развалины. И когда я в других местах говорю священникам, ой, как они в жираю, да что ты, да у нас два монастыря, да у нас тут храмы строятся. Я говорю, духовное развалины. Да какой же вы верующий, если так отталкиваете от церкви? Я говорю, это сказал святейший патриарх Кирилл Гундяев. А ты как сказал, да? Ну, наверное, так и есть тогда. То есть, патриарх сказал, наверное, так и есть. А Игнатий сказал, плевали на тебя. Серахов говорит, заговорил, богачий, превознесли до облаков, заговорил беду и все. Кто такой? Вот и все. Надо говорить. Вероятно, надо выпросить у Бога благословение, ни самому не быть в этом замешанном и не утаивая ни одного слова. А он не примет. Ну, 36 глава пророка Иеремии. Саль сидел, ложечком отрезал там по одному куплету, подымал в зацу. А Иеремии сказали, а Господь сказал, напиши опять то же самое и добавь еще. Вот и все. Будут они слушать или не будут, а ты иди и говори. Они будут бурным ветром против тебя, я тебя сделаю скалой, и они невозмогут. Я призван на это. Я не могу быть другим. Я вот разговаривал с какими, которые сидели Греб, Якунис, семь лет, Зоя Крахмалникова, Саша Огородникова, вот, всемирно известные люди. Вас вербовали, да, всех вербовали, но я не вербовала, когда было. Почему? При первом допросе я начинал свидетельствовать о Христе, причина только одна. И когда мы были в Турции, нынче, там на нас пахать начали уже, мы стояли, десяткам тысяч людей показали православие, 12 часов молились на ветру. А рядом туда и сюда люди идут, которые идут, и которые отправляются обратно, мы молились. И которые уже семь человек мафии на нас сидели, они сменились, вахта, и один тогда прошел, слышал, он говорит, этих нам не взять. Сначала дайте 100 долларов, а потом уже 600 евро, чтобы выпустили вас отсюда. Я говорю, ни копейки никому. Бог отверзит, и Матерь Божия покроет, и все, и начальников нет, вдруг начальник появился, дали звонок, ну, конечно, я везде подарил книги. Турки, так они там и чай выносили, не знали, как угодить. Работники, при том, не какие-то, а работники самой таможни, мытницы. Вот как Бог делает. У меня опыт, я не теоретик, и поэтому говорить нужно все, что Бог положит тебе Духом Святым. А вы так уверены, что я Духа Святого? Это не то слово, уверен. Я этим живу. Мне вот отец Кирилл задал вопрос, Сахаров, Игумен, Московская патриархия, ну, а вот вы находите, ну, со всеми общий язык, сектантами, а вот убили этого музычка, Александр Белый-то, ну, на Украине-то, а вы могли бы с ним найти общий язык? Я говорю, мне не надо, он и есть, я его двойник. Я на это готовился убивать коммунистов, но меня Бог остановил. Мне даже искать не надо. Почему вы не говорите о том, что у него три дяди были взяты, репрессированы, погибли, что он претерпел? Это вы его сделали таким, и теперь в его руках меч, около 20 русских военнослужащих новосовестей, БТР-танк. Мы должны первоистоки взять, когда завоевывали Чечню, как поступал Ермолов, что делали? Без этого нет разумения. Мы вошли в Израиль, как, а вот так. Почему второзаконник? Первый закон потерян, теперь повторение идет. Я обязан донести до людей живое Слово Божие. Ну, священники сейчас же крестят полное погружение? Крестят. Ну, а почему на них-то тогда не против? Потому что они признали параллельное крещение. Мощение львов равнозначно погружению. Парас такое дело, тогда зачем оно? Да нет этого. Сейчас новым говорят, до 3000 Петр, когда обратил, да где они крестились, там по колено воды даже нет в Иордане. Вы забываете. Иордан был другой 2000 лет назад. Это не пересохшая речка была. Так что, когда с ковчегом вошли по плечи, Иордан остановил течение и вода отступила назад. Вы в канонах-то считайте. И тогда со дна были взяты камни, которые для памяти и дети спросят, что означает? Вы скажете, со дна реки. А если по колено, да в любой день приходите в булыжники, набирай, да и тащи. Христос крестил в Близьеноне, где много воды. Евнах и Филипп сошли об обводе. Вам это непонятно? Куда сошли, когда на капельном полу стоите? Это Украина, латинзированная. Попежники. Белорусы, они натащили эту живую веру нам. Истинное православие всегда начиналось с соглашения и с троекратного полного погружения. И в защиту этого я привожу 136 свидетельств. Кавычки все взято. А они в ответ ни одного. А может песком, может слюнами. Добавляйте мочу и всем остальным. Что вы угородите? Так вот песком крестили, я даю. Вот духовный лук 176 страница. Вы почему не договариваете? Это сделали монахи, обратившиеся евреи, который смертельно заболел. Но когда они вернулись в монастырь, епископ Дионисий что сказал? Не выдумывайте, идите крестите на Иордан. Они эту часть отрубают, окрестили песком. Так мне что положено? Дальше-то вы добавьте. Песочные какие пошли. Не сказано от песка и духа, но от воды и духа. Поэтому с попами нужно разговаривать как с людьми неверующими. Не бояться их. Доворить правду. Вот они злятся. Это говорит о том, что я иду правильно. Я чего-то стою, если на меня столько врагов поднимается. У меня четкая программа. А почему вот говорит такой-то батюшка о полном погружении, а его не трогают? Это я не где-то у Егумена Сахарова, Кирилла, на персеневке. А он сидит здесь. Я говорю, недоговоренность. Вы считаете, у нас недоговоренность? У вас в первую очередь. Я перед ним стою, он меня напоил, накормил, а я ему в лицо бросаю этот упрек. Почему? Ты должен был сказать, патриарх не крещённый, епископа не крещённая. Найдите настоящего химитом как-нибудь монаха, священника, незапрещённого, и он начнёт с патриарха второе крещение Руси, и всё обновится. Вы не играйте этим. Так а что ни... Ну, действительно ничего нет. Обрезание ножом, обрезание определённого органа, ни ногтей. Только тогда считается обрезание, когда по окружности отрезано. Ну, теперь вы совершаете литургию. Но вместо вина налили к вас. Будет литургия там? Не будет. Будет причастие? Не будет. Да мало того, когда человек даже увидит, что вдруг вино превратилось в настоящую кровь, а хлеб в тело, священник обязан прекратить службу. И заново начать её. Так там же неплохое. Он увидел то, о чём говорил. Не положено. Они канона не знают. Канона повелевает, возьмите Симеона Солунского. Он должен прекратить. Ну, во время пожара, нападения, воинов, только больше никак не может. И в случае, когда явлено то, что он о чём говорил, явлено наяву. А почему? Тебе не надо щамкать. Установлен канон. Я православный, и всё остальное осталось в стороне. Я православный, я обязан выполнять всё как есть. Я обязан сказать, мусульмане лучше нас, как Дмитрий Смирнов говорит. Почему? А они следят за народом. Они могут сегодня нажать кнопку, и Татарстан вылетит. Россия пополам перерублена будет. Они все на учёте, хотя здесь они наполнили всю Россию. Да найдите где-то тысячи мужиков, чтобы стояли. Одни мужики, баб, чтобы не было в храме. Это он говорит. Одни бабы, отец Смирнов, правая рука патриарха, одни бабы. Да, одни. Но он тоже не договаривает. И такими сделал ты их, подлукавый. А вот этого мне не могут просить никак. Это вы их сделали, вы не учите. Если они попадают к мусульманам, они будут такие, как все. Мы видели фильмы, когда им был выбор только один, пленённый в Афганистане. Принимаешь ислам или нет. Не принимает, тут же его башку отрезали, показали другому. Тут я принимаю. Всё принимаю, обрезайте его. Голову отрезать не надо, пониже возьмите. Всё. И он теперь, никто его не заставляет, он совершает намаз пятикратно в день, идёт там в холм, имеет с собой гастарханцию, расстилает на нём. Здесь он никогда этого делать не будет. Мы православные, даже семикратно в день славить Бога. Вот ко мне пришли сегодня люди, я решил показать голубятню, зашли, посмотрели. А вот это что на столбе висит? Так это чёткие у вас висят. Я говорю, где бы я ни был, у меня везде чёткие висят. Помолимся, ребята? Помолимся. Это немного. Три святые, сто поклонов и своими словами и подняли руки. Всё должно быть определённо святой Библией. Я прихожу в храм босиком. Босиком в храме никак. Никак ты завтра увидишь. Я прищищаюсь, я вчера прищищался, я прищищаюсь, стою босиком. Почему? В Библии написано, место сия свято, сними обувь твою. Моисею было сказано Иисусу на вину. А на день обувь твою это нет. Ты здесь землю святую признаёшь в храме или нет? Один вопрос. Если признаёшь твою обувь, может быть, а может... А повеление на то, чтобы и не были. Снищение в храме поднимает руки, и мы подняли руки. Так разве можно? Нам нигде нет ограничения. Мы ему помогаем. Когда Моисей поднимал руку, побеждал Моисей, израильский стан, опускал руку, давил Амалик. И тогда Ор и Иисус на обувь с двух сторон держали руки, и была полная победа. Мы поддерживаем батюшку в храме, который поднимает руки. Надо быть религиозно-талантливым. Я это слово взял у Андрея Кураева. Религиозно-талантливым. Мы нигде ничего не нарушили в уставе. Нигде. Мы между иконами, у нас везде надписи священного писания. Оно заговорило, иконы заговорили у нас. И архиереи московской патриархии служат у нас, приезжают со священниками, семинаристами, и против ни одного слова нет. Почему? Потому что все сходится с писанием. Мы не заходим за грань, за которой я могу оказаться раскольником или кем-то, самочинником. Вот и ответ. Обличать так, чтобы ввести в русло священного писания. У меня одна цель. Чтобы мы расслышали голос Божий. И вот мы были в Лиссабоне, вы видите, я там в храме говорю проповедь, в Грузии, в Москве, как как-то написал, и тут, говорит, слово, сказал свое огненное слово, Игнатий Тихонович. Ну, вот я определил огненное, это что огненное. Я сказал, духа не угошайте проповедь. Я в определенную тему иду, и о ней говорю. И вдруг выходит одна женщина в одном храме и мне и говорит, батюшка сказал, чтобы вы сегодня про евреев не упоминали. А батюшка так сказал? Странно, да он, так он меня же давно знает. Под язык ко мне залазить не положено. Я у Бога выпросил это, я должен корректировать Бога. Я говорю, идите, скажите это батюшке, я проповедь говорить не буду. Мне не надо ее, мне не разрешили, Господи, ты сам знаешь. И пошел, большой крест там стоит поклонный, и пошел молиться. Ну, и стою молюсь, уже не готовлю к проповеди. И вдруг он посылает алтарника, тот ведет меня в правый предел, переодевает меня в стихарь, выходи на проповедь. А потом спрашивает, вы говорили слово сегодня, я почувствовал, что-то стесненное у вас было. Я неправильно сказал? Нет, правильно, но вы как-то стесненные в духе были. Я говорю, вы меня стеснили. Я обязан это сказать. Иначе я не имею права быть проповедником с пророческим духом. Пророческие от пороков взятые, это не мое. Вот им все, где говорить. Говорить нельзя. Вот вы были бы с патриархом, сказали, я уже написал подробно патриарху. Как вы отвечать будете? Каких антихристов наставили? Как они наши Евангелия собирают и по дворам сжигают? Да не может быть. Ну, я вам адреса даю. и проверяйте. Мне спорить не положено. Я христианин. Вот и отвечаю на ваш вопрос. Гнатс Сихонович, а вот вы сейчас по поводу причастия сказали, босиком пошли. Вот в этой ситуации ведь не каждый, во-первых, не каждый знает то, что вы знаете. И не каждый, наверное, сделает так, как вы сделали. Как же в этой ситуации тогда, вы считаете, нужно делать? То есть, до какой степени надо следовать всем этим вещам, о которых вы знаете, например? Всем остальным. На 100%. Я не заботусь. Я священник увидел, что босиком-то, ну-ка, иди, потом. Я стою, руки сложил, я пересещаюсь, я рот раскрыл. Я не отвечаю, ничего. Что он дальше будет делать? Это его забота, не моя. Я выполнил все, что мне положено от Бога. Мне Бог сказал, сними обувь твою, потому что теплая погода, я ее снял. Я стою, а священник сказал, что-то нет, не сказал, причастил. И все видят, да, все видят. Всегда стоит батюшка спиной, поднял руки, когда молится, и в это время у нас в храме подняли руки, молятся. Глядя на братьев, и сестры подняли. А один пошел, с сестром говорит, вам не надо. Я говорю, он писание не знает, как должно. В священном писании мы находим, чтобы мужи поднимали руки на всяком месте без гнева и сомнений. Когда не поднимает, он или в гневе живет, или в сомнении. Два, две причины. А сестры, считайте житие святых. И молились сестры, и воздевали руки к небу. Но тогда было еще обычай, распростершись крестообразно в подобающем месте, молились, я привожу житие святых. Я обязан сказать, вот на Афоне пение ангелов. И какой-то выступает комментатор, батюшка, у него на цепочке видно кандидат богословских наук, и отвечает, ну, демоны не поют. Я отвечаю сразу, батюшка не знает жития святых. Как же он же святую академию окончил. Я второй раз повторю, вы его слышите. Батюшка не знает жития святых. А где это написано? Жития святого Авраамия. Когда он ел, в это время подошел сатана, дьявол, и запел блаженно, непорочный в пути ходящий. 118-й псалом. Он запел. Это хорошо знал Михаил Юрьевич Лермонтов, когда соблазнял Тамару демон. А в это время он опоздал, там уже ангел был, и он услышал, как тот поет там, и он все вспомнил. И он говорит, «И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой». Когда он вспомнил, он тоже все это имел, то, что ангел святой поет Тамаре. Нам не надо на это смотреть. Я сразу сказал, он не знает, а как же семинарию кончал? Семинарию Академии заканчивают только с единственной целью оправдать любое беззаконие, творимое в церкви и в государстве. Другой цели нет. Я не кончал ни одного класса семинарию. У меня нет вообще никакого образования, кроме строительного и морского. И то неполного. И все. Но я знаю, священное писание, Бог повелел мне, я расслышал его голос. Я не знаю, Сергей, вы видели, нет, когда Латвия и Венск, то есть я в том месте молюсь, где было мое обращение. Ролик выставил вчера. Вчера. Я тоже видел. Извиню. Кто трогает вас? Да. Там много уже отзывов, многих трогает. Вот так. Это моя родина. Пусть каждый по каждому дню обратился. Да. Я шел, когда конца не знал, что дома того нет. И все-таки там и полицию вызвали. Они не поймут, что я тогда книги подарил тем людям. Это моя жизнь. И я ее не корректирую ни с чем, кроме как с Библией, со своей совестью. Я никому не показал никакого соблазна. Я останется на молитве. Бог дал мне слезы радости. Здесь начался новый путь. И с этим вместе те, которые со мной едут, их бы не было здесь. Не было бы вашего рассуждения, ваших вопросов и тысяч, тысяч детей, Божьих, которые пришли. Да. Так, Анатолий Тихонович, а вот интересно, сейчас ведь такой аргумент в основном многие посвященники приводят по поводу состояния церкви и порядка в нем. Они говорят, вот сейчас люди все немощные стали, поэтому ни пить семьи уже такие накладывать нельзя. Им вообще как бы надо народ очень жалеть, иначе как бы ничего с ним не сделаешь. Он совсем слабый стал. Неужели мы на самом деле такие слабые? Скажите, в Алтайском крае на карте есть такой регион, Мамонцевский район, поселок Потеряевка и Барнаул, Ползунова 6. Я даю полное адреса. Там телефон 382, кажется, да? Барнауле. И мой телефон 243846. Мой мобильный телефон 8961, 261, 230, 70, 60. Пусть позвонит, я им скажу. Почему у нас бабушки не выпрашивают пост нарушать у батюшки ни одна? Почему у нас все исполняют по полной форме? Все посты соблюдают, знают подписание, как обратиться. Зайдите на наш сайт к истине1.народ.ру и 15-й том открытым оком. Откройте. В 15-м томе 74 человека нашей общины говорят, как они пришли к Богу и в общину. Сравните с собой. А в 16-м там еще добавлено. И пусть священник, любой, в любом конце земного шара, поставит задачу опубликовать, как его прихожане родились свыше, как они встретились со Христом, как пришли в церковь. А общины-то может там и не быть. Общины очень мало где. Там есть приход только. Пришел-ушел. Захожане, как называют. Поэтому никакие правила нигде не принижены. Это батюшки называются любвисты. Иоанн Златоуст говорит так. Если священник не накладывает эпитимию, которая положена, он гибнет сам и губит того, кого допускает. Тебе недостаточно этого. Нас ни один не выпрашивает ничего. Положено, и все на этом. Я православный. Людей вызывает удивление, особенно, когда знакомятся с моей деятельностью. Но вы же совсем не православные. Вы Евангелие признаете. Баптист настоящий. А как же вы можете православные все заблуждения говорить? Я их не беру в заблуждения, я борюсь с ними. Но я знаю, что я в церкви нахожусь. А находясь вне церкви, при всей моей ревности, при всех талантов, я буду вне церкви до смерти. А Христос придет за церковью. Это его невеста, его тело. Вот почему я православный. Если баптисты бы сегодня приняли настоящее рукоположение, то мне уже поздно думать, но было раньше, я вполне мог быть у них. Они были бы церковью. Когда спрашивают церковь, я легко показываю. Вот стволы, вот пять. Православие, католики, григоряно-армянская, апостоличная, копты и сирийцы. За пределом этого ни одного квадратного места в церкви нет. А то главное, любовь, это слова. Христос говорит, я создам церковь мою. И врата ада не одолеет ее. А врата ада, это написано, всякие ерекики, гонители. Толкование она заполустит. И батюшки, которые так говорят, они не верующие. Это губители. От них, как от антихристов, надо отходить. Однажды разорвать эту цепь, и все. Да как кто будет? Богу верить надо. Среди тех, которые не соглашаются, среди них достойные кандидатуры будут. Которые будут поставлены вести народ Божий как должно. Вот вы у нас видите, как одеты, вот крещение сейчас выстроено, ну и в храме видите, как одеты люди. Они, ну совершенно видно, что это люди иные. Иные. Многие говорят, что вот вы оделись, вот как бы вы все такие вот благочестивые, мол, а внутри тут у вас вот что, надо с внутреннего начинать. А получается, пока за внутренний берешься, то и внутреннего нет, и внешнего нет. И нет. Внешне побуждать внутреннему. Конечно. И когда в армию берут, еще ничего не знают, уже в гимнастерку переодели. Да. Сначала его переодевают, приводят в форму, а далее его будут учить. Война идет. Почему не расстегнуты ни один? Да, до Москвы отступают и все застегнутые. А я понял, это масонская, или гавцук, или расстегнутый воротник. Всегда должен быть застегнутый. Я это нашел. У нас все застегнутые. Вопросов даже нет. Я им доказал это. Я сказал, показал по Писанию, мне не надо не уговаривать ничего, потому что это разумные люди. Я говорю, поднимаем руки. Вчера мы первый раз в храме молились. Мы все время молимся, но в храме, во время литургии, вчера первый раз было. А с босыми ногами, три дня назад только первый раз появилось, и вчера уже половина стоят так. И батюшка это прекрасно видит. Почему? Это мое благоговение к святому месту. Писание говорит. А к вам приезжают когда священники? Я с ними беседую. Дорогой брат Сергий знает, когда у меня беседы здесь со священниками, и как мы с ними беседуем? За столом и на улице. А где начинается фарисейство, Игнатий Тихонович? Так, укажите границы фарисейства, а потом я скажу, фарисеев породили самого великого апостола. И Павел не стыдился этого слова. Я фарисеев от фарисеев. А от садукеев, которые все обрезают, ни одного нету, кроме врага. Фарисеи это те, которые душу отрицают, как адвентисты седьмого дня, иеголисты. Садукеев, ноткеев. Садукеев? Да. Садукеев. Ну, то есть нам не грозит фарисейство, да, вот если мы там все по правилам делаем? Я не стараюсь сказать, что я фарисей. Но фарисея не в том смысле, в котором люди понимают, а в том, что я люблю закон Божи и его исполняю. То, что они имеют в виду. Фарисеи, Христос сказал, молятся на углах полиц, чтобы получить похвалу. А я ничего, кроме хвалы, не получаю. Все. Я из этого ряда выпал. То есть какие критерии, Игнатий Тихонович, что нужно, какими критериями можно определить, вот где начинается мое фарисейство, а где начинается истинное исполнение вот канонов церковных. То есть как думать. И ревностный подбить итоги дня. Ян, зато узле прожившегося спать, не спеши заснуть. Подведи итоги дня. И чтобы в день ты остановился на молитву не менее семи раз. Псалом 118, 164 стих. Это эпидемиум моей жизни. Вот и все. И определишься сразу, тебе не до этого будет. Везде фарисеи делали на показ, дабы получить похвалу, где там быть. Ну какая мне похвала, когда я среди всех людей в ногах у всех оплеванный, оболганный. Какие против меня фильмы ставили. Какие газетные статьи. Мне дела нет до этого. О, ему роль такая выпала. Шекспир говорил, Ульям Шекспир, жизнь это сцена, на которой мужчины и женщины выполняют свои роли. Я выполняю то, что Бог мне назначил. Я свидетель его. Свидетель Марти Рос. А они, гонители, ему роль такая выпала. Пусть он позаботится переменить ее. Мне менять не надо. И когда я еще раньше живу, я 52 года свидетель Христов, а потом, которые близкие мне корреспонденты, там власти, там прокуратура края, там генерал-лейтенант, то есть у меня первые лица края в близких отношениях. Мэр города. Как вы это все сумели узнать-то раньше-то? Ваша версия оказалась правильная. Версия. У меня нет версии. Я гипотез, не сочиняю, как Исаак Нитон говорил. Я знаю истину. Истина это 14,6. Евангелие от Иоанна. Я истин путь истинной жизни. Я очень, очень, и очень люблю моего Господа Иисуса Христа. И очень, и очень, очень люблю Святую Библию, которую писали святые, Божий человек, и будущий, и будущий, и будущий Духом Святым. Я решил сонести это людям и наплотить им свои жизни. И быть фарисеем это заботятся священники, которые ничего не знают, как подвести под какой-то тебя эшафот и обрезать голову. Раньше было, что я насчитывал на катушке. Ну, катушке, знаете, играют. Но что там было? Я насчитал Библию. Первое на русском языке. Я первый в стране, первый в стране, на 10 лет раньше Нового Мира распространил архипелагула по всему Советскому Союзу. Я отбыл за него срок. Первый, первый, и по сегодняшний день я единственный, кто насчитал 12 томов Реана Златоуста. Начитал, это не просто читал. Все места до 70 мест из Библии, Златоуста книги, на славянском языке я все переводил на русский язык, на память. Возьми, сделай лучше. 12 книг Жития Святых все до единой я насчитал, выставил их ее. Пока сегодня нету, по частям где-то. Добратолюбия вообще нигде нету. Это мой труд и священники. А гордость к вам не подходит, а это не парисейство, что там узнали другие. Другого пути нет, я должен дать знать. Я должен был насчитать, спрятать подпол. Явно к чему подбивает сатана. Я город на вершине горы не может укрыться. Город на вершине горы названным. Это меня Бог так назвал. Почему? Моя вера. В горчичное зерно и в ней укрываются птицы. То есть люди, желающие жить ангельски. И у меня никогда не возникал вопрос, они парисействовали или как. Мне даже думать об этом некогда. Некогда. У меня нет ни одной свободной минуты. Если я расскажу, как у меня сжато время, то сейчас я расслабленный. Я не могу выйти из состояния поездки. Все еще овощами себя давлю, там чеснок добавляю, редьку. Пробудите организм. Он у меня заснул. Это громадный для меня жаре. Я плохо переношу. Сорок дней не вылазили из кабины ни днем, ни ночью. И по таким государствам мы им пили сырую воду до Лиссабона в Португалии. Во всех государствах. И ни один не заболел, потому что простор и святая вода сопровождали каждый день и каждое начинание. Я бы думал, а вот фарисея, кому это надо один? А его книги никто не читает, не берет, поэтому повез. Я говорю, повтори. Слов повтори. Давайте запишем. Он боится. Почему? Это показывает величие нашего подвига. Библии никто не читает. Сына Божия не признают, а он сам сходит на землю и умирает. Так это подвиг и его увеличивает. Я собираю средства при пенсии 5500 рублей и еду по всему миру, начиная от находки Тихого океана до Лиссабона. Какой океан-то там? Ну-ка. Какой океан? Агротический, наверное. Акантика. Вот. А они, люди, не знают. Я даром даю 52 года интеллекта, работы жизни, 9 лет за компьютером я дарю даром. 90 с лишним процентов книг идут даром. И что, Валябин, о чем? Конкретно, покажите сейчас. Они не считают. Я пробуждаю их сознание. И сказать, что не считают, это не будет соответствовать истине. Передо мной вот два человека, которые уже читали. Игнатий Тихонович, вот это первый момент, то, что фарисейство было, понятно, что вы сказали. А еще точно так же, жупило, это вот что не скажи, о ком ничего не скажи, это все осуждение. То есть вот молчи, 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 главные проповеди как будто в нашей церкви. Да, Витя, я не знаю. Вопрос понят, и дальше не надо. Открывайте языки Илья, третья глава, 18-20 стих. Запишите. Какой? И языки Илья. Ага. Третья глава, двоиточие, 18-20. Если ты видел человека, согрешающего, и не обличил его, то он погибнет, а его кровь я с тебя обзыщу. Но если ты видел согрешающего, и обличил, и он не послушал, он погибнет, а ты спас твою душу. И это не однажды говорит порог. Зачем он говорит? Апостол Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах, чьи мы, запятая, но и обличайте. А кого обличать? Не указано всех. Кого обличали праведники? Кого Иоанн Креститель обличал? Кого он? Бомж. У него ничего нету. Одежда из берлюжья, волосы и пояс кожаный. А он дошел до царя и обличал его. Так он не послушал. Ну, на то Путина нашел бы из детства обличил. Не должна тебе иметь жену другую, кроме Людмилы. И все на этом. И дверь в храм закрытый. Но, где эти герои наши? Видите, бородатые. Игнастик, а вот еще касательно Слова Божьего. Вы говорите о том, вот, касательно баптистов, что Слово очистило их, да? Да. Но с другой стороны также задается вопрос, есть ли они очищены Словом Божьим, они очень любят Слово Божие. Где же их правильное понимание Христа и веры? Почему они не в православии остаются в баптизме? Почему? Где же чистота? Очищены для святой жизни. Они не пьют, они не курят, они не матерятся. У них хорошие семьи, они трудолюбивы на работе. То есть, чистая жизнь. Они очищены от этих грехов Словом Божьим. Об этом говорится. А дальше, это первая ступень, это первая ступень. Далее они должны действовать так, как церковь действовала. У них от церкви никакого понятия нет. Нет ни Туркии, ни Пресчищения, а только подражание. Только подражание. Это вот мы воспоминания говорим, и прочее. Почему нет? Нет доверия Духу Божию. И в конце концов, может быть покинутость. Чистой жизнью живут мусульмане, не считая четыре жены. Но не все это имеют. Нам сравнивать не с кем себя. Мы проиграем на сто процентов. Я спрашиваю мусульман. У вас много прихожан? Ну, он называет цифров тысячи. А женщин сколько? Ну, примерно в три раза больше. Ну, а девушки, какой процент у вас потери девственности? Какой девственности? Ну, она выходит замуж, она не девственница. Я не понял. Ну, она выходит замуж, но кто-то спал на ней уже. О чем вы говорите? Да разве можно об этом думать? Берут интервью, ему 16 лет. Но у тебя, мать, осталась одна, муж погиб. Но теперь она принимает какого-то мужа. Она не вышла замуж, ее мула не венчал. Зарежу. Но сестра твоя не замужем, полюбила юношу, и она с ним. Зарежу. У него больше ничего нету. И вот это зарежу удержало их. Ни одного процента нету. У нас в восьмом классе трудно найти девственницу. Вот и все. А то в дятлова группа погибла, там девственницы были, это как раз погибли моего как раз поколения. 62-й год, 59-й, я учился в техникуме. О какой девственности, говорите? О их враче, да написать все можно. О чем они разговаривали там? И вдруг демоны явились им оттуда, они побежали, лопнули изнутри. Все, это демоны. Пошли на гору Акартен, которая не ходит туда или гора мертвецов. Они решили сделать вызов предрассудкам. Они не верили в бесов, и бесы явились. Я от этого начал разговор. Вот и все. Надо решительно встать на сторону Христа. Вот есть фильм, такой, Иеремия. Вы его видели? Нет, не видел. Смотрите, Иеремия. Запишите. Я помню, вы говорили, да, Мамич. Испирь. Второй фильм, Испирь. Его бьют там, там совах, военачальник, бьет его рукояткой. Он переломленно уже лежит, ползет, кое-как поднимает голову и продолжает. Так говорит Господь. Я соберу их из всех стран, которые изгнал их в гневе моем, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Раступитесь, раступитесь, назад. Ты, вступай с нами. И заключу с ними вечный завет, и они будут моим народом. Нет! Не забудь свои подлые речи. Так говорит Господь. Вот, я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они, отмеча врагов своих, и твои глаза увидят это. Господь посулил сохранить тебе жизнь, если выйдешь к халдеям, следовать воле Божьей неизмена, отреться от нее грех. Повинуйся же Богу своему. Игнатий Тихонович, но получается так, что Слово Божье, значит, для благочестивой жизни, оно как бы очищает, а далее оно не действует, то есть, вот так, чтобы ум Христов пришел, вот так, чтобы православное понимание веры пришло, оно, значит, как бы Слово Божье не дает, да? Не дает, потому что здесь нужно смирение и опыт церковный, не брать на себя миссию, что тебе открыто все, как, по словам говорится, велосипед не изобретать, до нас как это было? Они от церкви вообще все места просто отсекают их, как будто они написаны в Святой Библии, от церкви, посреди собрания воспрою тебя, только церковь, только избранный народ Израиль знал об этом, теперь Бог это знание передал всему народу Божьему, Новозаветному, они не знают, не принимают этого, я их очень хорошо знаю, когда им начинаешь говорить, и они задумываются о церкви, практически я не знаю, кто бы из них не перешел в православие, это, я о многом не говорю, я говорю о христе, ему говорить не надо, они знают, нас научат, о церкви, у них нет священства, и когда я говорю со священниками, говорю, батюшка, ну скажите, что у нас самое ценное в православии-то? Он стоит, ну мощи, ой-ой-ой, мощи, до мусульманных и больше, ну а еще что? Ну у нас храмы есть, монастыри, он не верующий толк, он не евангельский, не рожден, а свыше, я говорю, самая ценная это вы, священники, имеющие рукоположение от апостольских времен, через которых совершается божественная литургия и таинство, и второе, это камоны, святой церкви, толкование святых отцов, все, в основном мы проигрываем, баптистам всем проигрываем, вот что главное, я это даю баптистам, я с ни с одним, ни с одним мусульманином на нравственности не беседовал, никогда, я им говорю о грехе и победе над ним, я никогда с католиком не буду говорить об исхождении Духа Святого, никогда не говорил и не буду, я ему буду говорить, католику, о том, что в церкви глава Христос, а не папа, у меня только один вопрос с католиком, прям от папства намертво отвергаю, это невозможно, и поэтому, когда бьются вот Украина, она там билась за автокефалию, я знаю уважаемых ноября священников, которые в этом, я говорю, так они правильно делают, каждая епархия должна быть независимая, совершенно независимая, так было в апостольские времена, а вот надо под одного патриарха и них она этим сбили, мордвина, и он решил быть на поводу грехов, которые пообещали ему мировое царство, всемирного патриарха, еще получилось из этого, я разговаривал с греками, я говорю, потому что, если, например, вот вы, наверное, тут интересную мысль высказали, такое ощущение, сейчас вот если говорить о установлении какого-то порядка церковного, натыкаешься на тупик, в тупик встаешь, потому что в приходе, чтобы организовать, значит, священники должны в первую очередь этого хотеть, ну ладно, собрались такие священники, хотят, дальше, если они только захотели, епископ не хочет, тогда вообще ничего дальше делать нельзя, потому что это один приход, так действует, другой так, начинают между собой нестыковки идти, получается, упираемся в епископа, епископ не может, потому что ему сверху, говорят, надо, тоже какую-то свою директиву поведения спускают, и получается, вот сейчас думаешь, думаешь, а как же вообще жизнь нашу можно было бы церковную наладить, и ощущение тупика, что никак, я об этом говорил, давайте мысленно разобьем шестое качество лидеров, вы знаете шесть качеств лидеров, да, я слышал, вы о них говорили, да, первое, значит, воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, и шестое, последнее, самое трудное, привлекательность, я знаю людей с жестким характером, военные бывшие, у него все есть, он может людей сплотить, но нету привлекательности, и поэтому нет того, что должно быть, вот что можно делать, я воображением так разыграю картину, вообразим невообразимое, что патриарх хотя бы один родится свыше, родится свыше, это чудо было бы из чудес, которое, но сегодня ведь анекдоты рассказывают, что был случай, что один даже Московскую Духовную Академию кончил, и вера в нем осталась, хотя трудно в это поверить, и вот патриарх, теперь он же понимает, он тоже заложник этой системы, и вот он лежит где-то там в патриарших перинах, после патриарших двух ванн, с духами, с ослиными, с молоком ослиз, и думает, да был бы у меня хоть один епископ из трехсот, но один бы верующий, такие бы я горы свернул, но ни одного, я их все знаю, все КГБшники, как и я, но я-то поняла, это, но это все Хризастом говорит, Лилинский, дальше, воображайте, а епископ один, он, патриарх, про него не знает, и вдруг, бог его коснулся, он родился свыше, стал верующим, будучи уже там, митрополитом, и думает, про патриархи говорить не буду, КГБшник, как и я, а вот если бы хоть один священник моей епархии пробудился, рождение свыше получил, таких бы я горно ворочил, ну нет ни одного, он не знает, что у епархии уже есть такой священник, есть, а священник тоже лежит около матушки, пригрелся под ее пухлыми крыльями, и тоже размечтался, был бы у меня хоть один тут какой-нибудь Александр Андрусенко или такой, как Сергей Козлов, я бы таких дел-то наворочил, а он не знает, что этот человек уже в скайпе этот вопрос задает, и так начинаем сами с себя, пошли над дедуктивным методом Шерлока Холмса, начинаем с низин, Ленин сказал, политика умения управлять государством, здорово, политика умения управлять одной душой, почему, потому что от бесконечно большого, от государства, к городу, к региону, к улице, к дому, к квартире, ко мне, умение управлять собой, это политика, политика души, я теперь начинаю с себя, все, вы это слово сказали, я не думаю, что вы праздно сказали, я просто доверяюсь вам, я вам говорю, с сегодняшнего дня, дорогой брат Александр, не погибай брата Сергея, на него почаще выходи, у него много заготовлено, для будущих поколений, меня может не быть, но вы найдете все это в моих книгах, начинать надо сегодня же, возьмите за правила, выбрать места, пройдите, где вы бываете, днем, заходите впрочем до туалета, 7 раз, буду становиться на молитву, достаньте несколько четок по 100, чтобы они разделялись в десятки, я вам расскажу, зайдите о молитве, у меня на форуме найдете, с сегодняшнего дня, будет у меня так, вставать не позже 4.40, я не говорю про бороду, потому что, я вижу нормально, не трогайте, 4.40, ложитесь, когда вам подскажет совесть, хотя она должна быть ночная молитва, ночную молитву, я даже прочитал в газете, щит и меч, это главная милицейская газета в нашей стране, в Российской Федерации, и там спрашивают, интервью берут, у мусульман, молодые шахиды, и говорят, ну обычно, своего осведомителя подсаживают, ну к вам могут подсадить, евреев, своего, такого же, обращенного в иудейство, там араба, и он такой же, как вы, уж не говорят, что он просто уроженец местный, они говорят, нет, это не может быть, а почему, а потому, что мы 3 раза за ночь, каждую ночь, становимся на молитву, 3 раза в ночь, он будет такой же, как мы, уже через месяц, или сойдет с ума, 20 лет, вот пускай батюшка по этому принципу ищет себе людей, которые проверены будут в молитве, которые будут выдерживать это правило, каждая молитва, единичная, и святая, 100 поклонов, не больше 7 минут, везде, где ты будешь, вот я пойду на малину, у меня определенное место, пришел к храму пораньше, у меня за платяной место, на вторую платину, там место, пришел в лагерь, у меня объединенная кель, я туда скрылся, никто не видит, по железу голубям, у голубей, в каждом месте у меня отдельное место, где я должен, у кого не ладится, я говорю, ты что делаешь, коров дают, сепарируют, сколько коров, 5, у каждой коровы, бровь сухую, охапку в угол, и не притрагивайся, как зашел к корове, 7 минут, жена вернется, дети вернутся, а ты с семьей ребятишкой на один брошенный, он сделает это, не сделает по сегодняшний день, почему утроба дороже, двухметровой лентой на меня повешешь. Инотихович, ну вот Александр, тот человек, о котором вы сейчас сказали, вот он бьется за эти законы сейчас в своем храме. Все легко выполнить? Очень даже легко. Ты сначала встань перед святыми иконами и молись не иконам, а живому Богу, и скажи, Господи, слушает раб Твой. Мы на молитве поднимаем руки и в конце молитвы говорим, говори, слушает и слышит раб Твой. Я стою, и все стоят, братья. Я после спрашиваю, что-нибудь вам ответил Господь? Откровение какое-то было или не было? Ни одного видения у нас никому не было. Мы не харизманты. Никто не прыгал. Но Бог полагает на сердце. Я вчера помолился, сегодня я знаю, у меня программа на весь день. Что сказать? Какие вопросы могут задать, и на них я уже получил ответы. Предположительно. Ну как вы голосом слышали? Не слышал, повторяю. Я просто молюсь, и мне мысль эта приходит. А почему вы Богу приписываете? А я говорю, предположительно. Я говорю, я человеку не навязываю, что именно от Бога. Я говорю, предположи, что тебе такой сегодня ответ. «Так это ты точно сказал, это я поверю». Так я сам не настаиваю, а ты уже подтвердил, что это от Бога. У меня вот так бывает. И поэтому вы сегодня, ну допустим, не вы, я. Мне так как-то говорит, я слишком благодарен вам за все, что вы сделали для меня, Александр. Поэтому говорю по отношению себя. Я там. Но меня он священник знает. И я подошел и сказал, батюшка, у меня есть очень большое желание с вами поговорить вне храма. Могу реально это надеяться? А мне некогда. Батюшка, сегодняшний патриарх Кирилл говорил, когда молитва, моление кончится, не спешите убегать домой. Подойдите к батюшке, попроситесь на чай, чтобы побеседовать, чтобы быть ближе. Я выполняю то, что сказал наш патриарх. Посмотрите на его глаза. Вы все равно добьетесь аудиенции. Скажите, батюшка, я хотел, чтобы вы были или с близкими друзьями, или всеми, кто не будет мешать. Не назначайте там отдельно, где-то назначите, где-то ко мне пойдемте домой, у вас дома будем. Но чтобы дети не прыгали, не играли. Он глазами будет метаться, они как-то делаются, они нормальные, при ребятишках своих. Дальше начинайте беседовать. Вы верите, что по слову Божию будет судить нас Бог? Евангелие от Иоанна 14, 28. 12, 48. Запишите. Это центральный стих. Я не сужу вас, говорит Господь. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. А раз оно будет судить, я первый раз прочитал, я понял, по нему надо жить. Все остальное имеет никакого значения. Мне нужно знать правила движения на дорогах российских, ни китайских, ни бразильских. Потому что здесь меня милиционер будет хватать по этим правилам. Ну а дальше уже все пошло проще. Вы верите, батюшка, что Христос есть любовь. А что ты мне вопрос задаешь? Я спросил, можно ли вам задавать вопросы? Коротко отверьте. Батюшка, давайте на магнитофон все запишем. Вы увидите, он замещится. Разрешайте это все заснять. Товарищ один будет все снимать, он не будет. И вы увидите, он лукавый. Просто встать и уйти. Не надо сразу. Ну, батюшка, почему вы против? Вы отвечаете перед Богом, мы сделаем известным это для людей. заранее договориться, чтобы была запись. Я наоборот побуждаю, Сергей, запиши, это многим потребуется. Ну а дальше начинаем беседовать. Если Христос есть любовь, а кто погубил первый мир? Иоанн Затус говорит, имя ему любовь. Содом и Гоморрой вместе с младенцами, со скотиной, со строениями сжег Бог, которому имя любовь. Вы это верите? Верите. А вы верите в то, что будет суд Божий? И мы окажемся налево или направо, а судить будет по Библии. Дальше легко вести его. Бог кого-то наказывает при жизни, попы любителя, Бог никого не наказывает, каждый себя. Когда Библия говорит 16.5 Ирины, запишите. 16.5 Ирины. Бог говорит, я устал миловать. Я звал тебя, ты не отвечал. Я накажу тебя. И Бог говорит, проклятием вы прокляты, я проклинаю вас. Где? Малахи 2 глава. И за что? За десятину? Десятину не платят. Батюшка, почему у нас торговля в храме? Христос изминалил. И до нашего храма еще Христос из Мазарета не приходил? Если он приходил, почему торговля? Это вопреки Божьей. Так там были волы. Волы были не в храме. В храме там вообще ничего не было. Это было то, что за стенами храма все называлось храмом. Ну не в храме же волы мочились, оправлялись. Это понятно, что он. Так, Миновщиков попрокинул, копейки там, голубей выпустил, ловился, загонил, разогнал. Вот это я спил, Иисус, Павел Ангелы Пути. Так, мы можем это устранить? Можем. Если ведете десятину. Десятина святая, Богом установлена. И первая в России церковь была десятинная князем Владимиром. Десятинная, греки принесли это мнение сюда, она десятинная, десятинная наложена на всю Россию была. Русь, не Россия. Но, батюшка, вам торговля нравится? Бог торговли Меркурий с крылышками на ногах изображается. Он летает здесь. Вот запомните, батюшка, что торговля и храм несовместимы. Написано, дом мой, мой, он его назвал своим, не нашим, не батюшкам, например, лежит. А вы его сделали дом торговли. Откройте, там, вторая глава Деяние Евангелия Теана. Вы верите, батюшка, в этом? Он должен сказать, если он не верит, поворачивайся задом, уходишь, он у тебя не звезданул сзади подсвечником. Так, второе скажи, но второй раз, когда изгоняет, это в понедельник, в страстной неделе, называется вертепный понедельник. Он говорит уже вертеп разбойников. Это более грозно. Не дом торговли. У вас здесь вертеп. Вертеп по имя Богородницы, воене, вертеп по имя Серафима, там и прочее. Это не храм, это вертеп. Вам это надо? Я когда говорил со священниками, которые это понимали, они обстановку изменили в течение одного дня в храме. Торговлю сразу же вынесли, а батюшка, хозяин, больше нет. Правда, один когда сжигал, мы решили так, оскверненные, доски-то хорошие некоторые хотели взять, я сказал, никуда не дощечки. Сжигаем все здесь. Все полированное было, сжигаем. Это старый жид присосался к нам. И все, говорит, сдохла собака. А дальше, дальше десятина. Десятина с каждой пенсии, со всего, что приобрел, с каждой морковки и картофель. Вы согласны? Не, не согласны. В церкви больше вы не будете. Идите в другой храм. Почему? Вы обкрадываете Бога. Воров я не исповедую. А почему обкрадываете Бога, когда я заработал? Бог говорит, меня обкрадываете, десятину не платите. Она нам не принадлежит, Бог ее приложил, поэтому тратя ее на себя. Я ворую у Бога. Хотя получил в кассе. У Бога ворую, это святотатство. Ну, 2.22 храма мы считаем. Внушаясь идолу, святотатствуешь. И объяснить. И бабки поворачиваются. Священника очень большой авторитет. Теперь, твоя вторая задача разрушить авторитет священника. Ой, как они не любят. Но это тоже можно сделать. Вы верьте мне, когда я говорю правильно, как говорит Кирилл Усталинский. Слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Вот и все. Не верьте мне, а это требует, чтобы я их научил всех знать Библию и самому говорить по Святой Библии. И меня будут тогда выправлять. Мне не... Я это смело везде говорю. Смело. И за 52 года мне ни один еще поправки не вставил. А я считал об этом. Я сегодня подтверждение нашел. И у вас все платят. Были, которые не платят. Те, которые много получают, ушли из общины. Но так и должно быть. Естественный отбор. А остальные все платят. И у нас нет ни за крещение, ни за вещь. У нас деньги вообще холодные. Никакого не имеют. Никакого. Если мои книги там в трапезной кто-то берет, поставили человек, который за этим смотрит. Эти деньги сразу уходят куда-то. 30 рублей платит каждый на угольное содержание. Тоже кто-то собирает, я их не вижу. Но они платят за свет, это им не облегчение. Я их вообще денег не вижу. Их нету. И когда она, нынче, недавно было, где вы деньги берете? От Америка помогает. Я говорю, ни рубля, американского нет. У нас нашелся один человек нынче, который 200 тысяч сразу переслал. Я его в глаза, говорю, еще не видал. Лично не встречался. А один фермер, кто-то говорит, я фермер, ну я 200 тысяч никак не могу. А один подошел мне и в карман сотенную бумажку положил. Сотни. Но я похвалился. Почему? Я знаю таких людей. И ни одного. Поэтому я нынче все не истратил. Докладываю. Почему? Потому что по России мы не сломали машины, не начали работать. Но деньги остались, и они у меня не лежат. Я тут же сразу вычислил и узнал, кто больше всего нуждается в помощи, и деньги сразу начал отдавать. Вот и все. И как то, кого Бог найдет. От кого эти деньги. Но я вам заявляю, что не мои деньги. У меня денег нет. Я отдаю сейчас не 90%, а получаю 5500 и кладу ей 100%. Раньше я 90% отдавал. 10%. Сейчас отдаю полностью. У меня ни рубля нет. И поэтому я сытой, и все заготовлено. Рас привез рыбы, кто что, я совершенно сытый, обихоженный. На мне все идет. А что на мне заплаты, не бойся. Под каждой заплатой миллион спрятан. Как Пиктор Гилго говорит. Хорошо. Ваши вот рекомендации по поводу разговора со священником, я думаю, сегодня мы как-то это использовать сможем. В 12 часов сегодня попросил меня встретиться с ним епископ наш. Ну, я думаю, по поводу денег, естественно, вопрос там. Больше ему ничего от меня не надо, конечно. Вот. Ну, так как я уже заранее как бы там, вектор своего разговора наметил, вот просто думаю, что ваши слова не помогут нам более предметно с ним поговорить на эту тему и посмотреть, а можно ли дальше двигаться на вместе с ним, например, или нет. А крещение ни шагу назад. Слово крещение переводится только одним словом погружение с греческого баптизантос. Нет другого перевода. И везде во всех языках такой перевод. И только в русском и в славянском названо это крещение. Отдается смысл крестным страданиям Христа. Во всех языках, в немецком там тауфон, в английском баптизантос, то есть ну везде, какой бы язык ни взял, везде стоит слово погружать. И сколько раз слово крещение там погружать, другого нету. Нету. И конечно никак баптисты на спину это положение во гроб. Христос умер стоя, в смерть его крестили, 6-4 послания к Римину. Поднимается и опускается, когда он задыхался на кресте поднимался. Православие это чистота во всем и во внешнем. Они говорят кто против вот такого формально так сказать буквенного исполнения вот слова Божьего по крещению говорят неужели Господь не в состоянии как бы сделать то что бы сделалось человеком если его погрузили как положено тут так наклони так наклони и крещеные говорят спасатели не крещеные попы безбожники тебе не надо рассуждать я тебе скажу Моисей избранник Божий все соглашаются и он назван кратчайшим Богом перед всей вселенной назван да так а почему он в обитованные земли не вошел а он говорит в скалу ударил жезлом для того и жезлом чтобы ударить а как вы узнали что за это не знаете я говорю 105 целом читайте и Моисей погрешил устами ни рукой ни жезлом устами а какими он 4 слова сказал лишних Бог сказал скажи этой скале и даст воду он должен подойти и сказать скала тебе говорю дай воду все нужно было быть как Павел препростый к нему привезли одного очень сильно бесноватого и он говорит это бес настолько сильный там сидит мне его не изгнать а вот у меня есть ученик один он может изгнать Павел препростый и они туда пришли он говорит откуда вы идете от Авы Антония а что ко мне пришли да Кава сказал что вы беса изгнали я я никогда не изгонял но Ава сказал что вы только можете он так и сказал сказал он ни слова не говоря бес ну-ка выйди а для чего он будет выходить он и не думал вот такого паша-то везде найдется он не слов он больше не знает что делать а пустыня камень раскален он на камень заскочил ноги дымятся не выйду пока ты не выйдешь из него бес как залопил Бог переключил жар на сатану и он вылетел из него и больше ничего нету надо быть Павлом препростым как Бог сказал и я говорю ты никогда не заботиться о последствиях у тебя сын говорят ты накажешь его в вина инвестиции от ними он из дома убежит перестань богословить Бог поверял чаще наказать дабы впоследствии утешаться все а последствия Бог берет на себя да меня посадят пошел ты если ты торгуешься с Богом я с тобой разговаривать не хочу почему у меня успех люди говорят почему потому что я услышал Серафима Саровского все говорят а почему у тебя получилось а у нас нет он говорит решимости не хватает решительно встань на борьбу я со Христом и все превозможен здесь судьба человека Шолохова там он пацаненка одного усыновляет со фронта пришел и говорит Ваня мы сильные мы все переможем хорошие слова мы переможем и когда они начинают блудословить что вот это точно это парисейство открывайте Иисуса на вина 1.8 пишите Иисус на вина 1.8 вниках и говорит закон зачем дабы в точности исполнить все написанное в книге закона дабы в точности а Моисей сказал неужели из этой скалы неужели из этой скалы я предлог беру за слово и Бог сразу сказал и ты не войдешь в обетованную землю ты не велел святости моей я тебе это не велел говорить когда пришел Самуил то спрашивает Саула первого царя которого он помазал лучшего из лучших на одну голову выше всего Израиля красавец и он этот царь победу одержал полная первая победа Израиля а Самуил спрашивает ты все сделал как должен да выполнил а что это изобление баранов слышу и волов это я лучше отставил в жертву Богу Иегове и Бог раскаялся что избрал тебя как Богу не надо лучше Богу надо выполнить в точности вы что блудославите попы неверующие Богу мужа покорность ни слова не добавить нигде но я принесу жертву уже не надо уже Бог отверг тебя ну как же я царь у меня дети слушай внимательно непокорство такой же грех как волшебство и непослушание как идолопоклонство ты идолопоклонник и волшебник ты идолопоклонник и волшебник есть фильм такой Давид а тогда он когда ушел а сын его неофан говорит это не настоящий пророк но если он не настоящий пророк тогда я не настоящий царь он меня поставил он меня помазал надо решительно встать и ты увидишь как дрогнет скала и пойдет в другом направлении тебе не надо рассуждать он подбудословик повторяю ты ему скажи так написано апостольское правило 50-й псалом если не в три погружения ты должен быть извернут из сана все закончилась игра и все святые отцы об этом говорят и об этом говорят писание его с филиппом сошли в воду где поп сошел в воду у нас батюшка вчера стоял в воде ризы плавают рядом на плечах девушки заходят которые голосы у них голосы ниже пояса одна какой она какой-то откуда она собакана собакана это хакасия хакасия хакаска хакаска была Катерина увидите крещение как она принимает у нее волосы ниже пояса густые-густые они поплыли по воде сзади поэтому доверься Богу брат и не позволяй Павла по Павлу блудословить скажи так написано и Господь когда говорил с сатаною и он задавал вопросы Бог ответил ему на три вопроса на три нападки которые Достоевский объясняет в братьях Карамазов все соблазны мира Христос отвечает написано и сатана подпятился написано Господу Богу твоему поклоняйся бросься и понесут написано не искушай Господа Бога ну сделай камни хлебами написано не хлебом единый жив будет человек но всяким словом исходящим из Божьего сатана ни на одно слово не мог еще сказать потому что мы не знаем огненной поражающей силы Слова Божия что-то в них засклещено такое что сатана не может возражать этому а поп возражает это хуже сатаны ты встречай написано издохла собака за хвост и в яму так написано в Святой Библии а Бог по ней будет судить мир а он не будет слушать отойди от него потому что Бог будет поражать его и ты можешь вместе с ним погибнуть а где ты должен быть Бог укажет где но добейся чтобы он это принял он не принимает он боится отойди от от Руслева откровение 21.27 учит Боязли у Хвозия Ревнина ты разговариваешь с человеком приговоренным к смерти он прописан в аду уже у него нет имени в книге жизни он написан у дьявола его образ такой и он облегся в эту ризу принял в вид ангела будучи дьяволом так разве человек может быть дьяволом почему нет Христос сказал Иуде отойди от меня Петру сказал отойди от меня сатана а сатаной назвал даже верховного апостола именно так но один из вас дьявол один из вас дьявол ну как это в Иуде не надо бояться произносить слова которые издрел Дух Божий и когда Господь Христос говорил исследуйте Писание Евангелие от Иоанна 5.39 то Новый Завет еще даже строчки не был написан он говорил о Ветхом Завете и это в Новом Завете Евангелие от Иоанна 5.39 говорится исследуйте речь идет о Ветхом Завете так и следуйте дабы в точности исполнить в точности а в точности могу так исполнить когда я знаю как это как потому когда строил скинию то Господь говорит сделай точно потому что тебе показано на горе было на горе не надо шире делать не надо другого цвета все точно какие кисточки все никто не сказал против почему это грозило смертью неверующий Богу представляет его лживым Бог сказал полное погружение а ты говоришь нет ты Бога представляешь лживым ну неужели Бог на это смотрит неужели да кстати с словами сатана подошел неужели от всякого дерева есть нельзя да ты опять подполз ко мне Израиль приполз ко мне не от каждого дерева неужели умрет вспомните как он сомнения сеет это сыны дьявола в рясе попов ты не бойся этого почему я вам готов говорить большая часть священников погибает вот 10 священников стоят минимум минимум 6 в аду будут минимум 6 а серафим Саровский настольная книга священнослужителя изнанная по благоценению патриарха Пимена 3 том страница 601 он молился 3 дня и 3 ночи простираясь перед Богом через 3 дня и 3 ночи Бог заговорил и молился целенаправленно не о царе не о царевнах не о тнежнах только об архиереях и священниках и Бог ответил не пощажу и не помилую восхитательный знак прямая речь потому что вымыслами человеческими заменили истину Божью отойди от них они прокляты они приговорены к адресским мукам ты будь среди них человеком с пророческим глазом они будут трепетать в виде тебя но к которой обратиться это быть огненный служитель Божий ко всем относитесь ровно любимчиков не выделяй ты для всех тебя может на это дело Господь поставил я знаю меня поставил и вы не боитесь епископом говорить а для меня его нет я выше голов смотрю как на телевизор говорю я разговариваю воина Христа этих голов митрополичи клобукетом или ушастик этот патриарх я его просто не вижу я вижу моего Господа я говорю и только об одном заботче Господи как бы не покривить как бы не человеку угодничать как бы выполнить волю твою здесь примером Стефан пожалуйста аминь спасибо Господи Игнатий Стехнович вопросы еще есть просто не думаю что следует дальше потому что это будет утомительно я бы еще хотел потом по возможности с вами встретиться поговорить понедельник следующий понедельник на 10 утра точно так запишите и мы придем чуть пораньше Сергей нас проверит а может быть не состоится причина одна значит где-то иногда отключает электричество иногда идут разряды буря тут идет но это очень редко и пока ни разу с нами не случалось спасибо значит случилось что-то чрезвычайное что-то хорошо хорошо так это ждало вашей поездки и она вот не удалась интересно такое у меня ощущение внутреннее думаю вот вроде бы столько интересного можно было вот увидеть если бы вы в Англии были в Финляндии вот а с другой стороны вы вернулись назад и опять хорошо я думаю что как хорошо что люди которые рядом с вами там обрели вас снова это же все-таки человек когда есть такое это утешение так что я даже с той стороны огорчен с другой стороны рад что вы опять на месте в Англии нас очень и очень сильно ждали подгоняли отпуска ехать по всей Англии Шотландии и может даже в Ирландии но я оставил книги во Франции во все эти библиотеки у меня главная библиотека была Англия это у нас было так второстепенно ничего мы там не потеряли людей приобрели только там выставили даже ролик молитва за Игнатия Лапкина там видели где-то вот я почему-то не видел где этот ролик может быть Сергей мне покажет потом я хотел посмотреть за заслужение молитвой молитвой Иовиса теперь эта молитва она и для нас становится соучастием в этом служении будем молиться ой ой если бы ты благословил рабов твоих и Игнатия Александра и Виктора твоим благословением и распространил пределы их миссионерского служения от Японии до Ирландии и рука твоя была с ними в таинстве благовестия и рука твоя была с ними в таинстве благовестия охраняя их от зла чтобы никто из них не горевал чтобы никто из них не горевал аминь во имя Отца Иссина и Духа Святого аминь Бабтисты молятся и крестятся удивительное дело даже все в руках Божьих конечно за все слава Богу мы с ним переговорили от нас не зависело ничего мы ничего не меняли Бог менял и поэтому мы смиренно склонялись и говорили благодарим и словослоем ничего прикинь и говорят и теперь мы на пути в Данию в Данию в Копенгаген мы не знали что у нас будет дальше дальше мы направляемся в Норвегию и Осло и вдруг перерубает господь Шестеренку это от Бога хотя это брак был заводской но это еще не все удалило туда дальше меняются еще вещи маршрута даже мы не можем попасть оттуда мы должны были из этого из Стокгольма это уже Швеция и снова мы уходим там оплаченный паром уже все нас ждут мы соглашаемся и теперь начинается как огромная дыра в кошельке больше 1000 евро уходит только на эвакуатор мы смиряемся дальше проходим и все что надо в Эстонии оставляем весь груз который в эти города нужны мы ничего не потеряли мы не потеряли ничего потому что Бог знает насколько были продуктивные встречи но не везде было так как в Лиссабоне Португалии как называется с корабля на бал только вошли и тоже нам запивку несут из алтаря там отец Геннадий до нас был еще и тут же меня вперед уже стою перед народом и говорю проповедь и собираю деньги ну вот так как есть мы благодарили Бога и тем самым открыли двери как говорится шлюзы для Божьей благодати и дорог на следующее у меня главное что мы по России не начали работать и мой груз на 110 городов лежит не у нас требованный мне нужны сейчас волонтеры которые бы полностью получили инструкции группы 3 создать чтобы нынче книги развести по библиотекам начиная с Мурманской от самого севера Баренцева моря Санкт-Петербург и дальше нас уже ждал там Константин Душенов но от нас не зависело заканчивать Воронежской областью в ней мы не были ниже уже не нужно парализованная Тульская область там попы в ярости в ярости я не бываю они каждый год бывают вроде бы все рушится при одном имени о нем они падают в обморок чего там и стоим наверное а потом на следующий год у меня еще остается немного уже нынче не 38 книг а только 36 полный комплект а на следующий год может быть будет всего только 32 и куда-то найти уже ставку за Москву в этом месте заранее подготовить это надо готовить уже будет зимы мы отсылаем туда и эти группы добровольцев они начинают работать хотя вам я вышлю бланк который один локсеры все отпечатаете дается в библиотеку а на другом они ставят печат чтобы не получить это дело мы дарим и дарим в этом нет никакой или иной нашей и книга не считается за взятку мы показываем где наши книги они находятся в Риме в римской библиотеке в Риме главном Вавилоне оставили в Лиссабоне оставили места где мы были везде это примерно уже 460 городовых сел ну главное это библиотека Ленина в Москве историческая парламентская в Киеве также парламентская и национальная Крым весь обошли то есть распространили практически захватили оттуда с этого с Владивостока находки до нас ну а дальше по областям мы уже пошли Кемерово прошли полностью Новосибирск Томск и Краснодарский край по району по району сначала в центральную библиотеку областную и краевую а потом мне нужно чтобы вы постарались и нашли я в тех краях больше не буду по нескольким причинам во-первых меня упрекают что все на себя взял и вас не будет все остановиться поэтому я при жизни могу корректировать работу показывать и во-вторых мой отец жил 75 лет мне 76 я прощаюсь со всеми и отхожу то есть как отхожу я работаю с вами но уже не поеду а чтобы ехать в Москву туда и обратно это 7000 километров тысяч на дорогах пробки до Москвы заторы я не могу неделя прошла вторая я не могу выйти из того состояния ни одного сна у меня еще не было я все время где-то на эвакуаторах где-то там за границей я не могу выйти оттуда никак меня просто там удерживает то состояние мое я не болею ничего все время хожу здесь босиком но я весь там я не просто это дело делал а делал это как экстремист и фанатик лучше сделать я не мог я сделал как мог кто может лучше я отдаю ему все спасибо Христос значит договорились Сергей сердечно благодарю за устроенную встречу она я думаю лишним никому не будет и какие будут вопросы вы их записывайте чтобы не забыть пока я живу я готов вам отвечать мне заранее вопросы не нужны почему потому что я ими живу мне иногда удивляется а как вы знаете по одному слову в любое место Библии определяете что неправильно вы прочитали вы меня испытывали где-то я ответить не могу о том а ты монаризуешь знаете нет я не знаю но если читает я знаю даже и окончание неправильно сделать я скажу не так вот три раза считает неправильно я смотрю правду считает правильно отпечатали неправильно смотрим более ранее смотрим находим действительно так это Бог делает вот так ну окончайтесь с Богом до встречи с Богом с Богом до свидания до свидания до свидания